Еще одной стихийной свалкой в городе стало меньше. Власти Севастополя снесли остатки неизвестной постройки, ставшей местом скопления мусора. Она располагалась между недавно реконструированным детским садом номер 87 и домом по улице Будищева 54. Раньше рядом находился старый колодец, а постройка, по всей видимости, служила подсобным помещением. Импровизированный мусорный контейнер стал местом обитания множества крыс. Жители близлежащих домов, а также руководители детского сада номер 87 и 16 школы давно били тревогу по поводу такого соседства. Один из пунктов плана, который принято решение реализовывать, это вот как раз снос вот этих развалин. После того, как на этом участке будет наведен порядок, жители будут решать судьбу вот этой освободившейся территории, потому что надеемся, что после конкурса площадка спортивная у нас будет. Есть детская площадка не такая хорошая, как хотелось бы, потому что, вы знаете, эту историю в прошлом году с детскими площадками странными. Планируется скверик, целый ряд субботников. И, конечно, самое главное, что сами жители хотят отвечать за то место, где они живут. По словам Татьяны Михайловны Щербаковой, так называемый городок Будищева входит в границы исторического поселения Севастополя. Эти улочки появились еще в 20-х годах прошлого столетия. Жители района будут бороться за звание самого дружного двора на конкурсе, организованном правительством города. Однако проблем на округе еще достаточно. Небезопасные подпорные стены, разрушенные лестницы, ливневки и свалки. Тем не менее, еще есть территории, ну, скажем так, трудные, малопроходимые. Я сейчас говорю о территории от Героев Севастополя-2 до улицы Пластунской. Там где-то лесенка, где-то дорожки. И склон буквально усыпан мусором. Хотелось бы обратить на это внимание. И, вне всякого сомнения, я буду привлекать жителей, общественность, организовывать там субботники, потому что не должен город в своем облике иметь вот такие вот язвы.